В то время как у одних химчан холодеет кровь в предвкушении крещенской ночи, тем более у тех, кто окунется в купель впервые для других и скупаться в ледяной воде, так же естественно, как принять теплый душ. Разумеется, речь о моржах. Всем здоровья и удачи! В химках традиции моржевания существуют давно. Владимир Гару скупается 30 лет. Его рекорд – водные процедуры в минус 36 градусов, так что нынешняя погодка для него прохладная, не более. Адреналин, когда выходит сейчас, вот видите, у меня тепло идет от тела, хотя я вышел из холодной воды. И это очень полезная процедура для женщин, для мужчин, для всех. И она, главное, бесплатная. Купайтесь и будьте здоровы! А Леонид Коряковский круглогодичный купальный сезон впервые открыл еще в 80-м году. В детстве у меня был хронический насморк и часто болел ангины. Я решил, что нужно избавиться от этого. Как стал купаться, ни насморка, ни ангины ни разу не было. Чтобы стать моржом, нужен всего один сезон. И вот ты уже плаваешь в ледяной воде, как в бассейне. Для того, чтобы войти в зимнее купание, достаточно одного лета. То есть нужно просто летом с августа купаться, лучше каждый день. Август, сентябрь, вне зависимости от погоды. И легко входишь в зиму. Любой человек, нормальный, здоровый, легко входит. А после купания хорошо выпить горячего чайку тем, кто будет купаться. В крещенскую ночь моржи настоятельно рекомендуют не употреблять спиртное перед погружением. Алексей Житких, Олег Мелехов, Служба новостей.